В последнее время какой-то дисбаланс намечается положительно, что в атаке играют хорошо, много мячей забивают, но и пропускают много. Как вот от этого избавиться и начать больше забивать, чем пропускать, скажем так? Забиваем-то мы, в принципе, достаточное количество мячей, пропускаем легкие мячи, но это, я думаю, что совокупность факторов и класс игроков все вместе, да, что нам надо еще более быть дисциплинированным, более работать на этих компонентах, потому что, опять, мы забиваем, но буквально тут же пропускаем, пропускаем. И, конечно, здесь нам очень важно, опять же, индивидуальные какие-то вещи подправить и общекомандные, потому что такой, так скажем, как мы говорим, когда идет игра на результат, тут уже очень важна концентрация всех действий, но, вот видите, мы в какой-то момент позволяем себе такой небольшой дисбаланс. А второй вопрос вы сразу не сказали, обычно два. Если можно так, Дадера, с микрофона меня, когда мы Станислава Магеева в основе увидим или пока он все-таки не готов? Он здоров, он здоров, он оправился от своих повреждений, вопрос другой, что его там игровой тонус, игровая практика, он практически со сборов в Губае, когда у него контрольные матчи были, только тогда он принимал участие, поэтому пока выбор идет в пользу тех футболистов, которые, так скажем, более в игровом тонусе. Ну и опять же, у нас сейчас такой отрезок, что там любая карточка, любая дисквалификация, она может дать место в составе любому игроку. У вас по традиции тоже вопрос. Какой? Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, у меня один вопрос по замене Пеняева, потому что я считаю, что у вас два прекрасных нападающих, Пеняев и Глушенков, которые создают давление, которые практически держат всю защиту соперника в напряжении. И все-таки, я считаю, на мой взгляд, вы его поменяли очень рано, потому что я видел, как он уходил с поля, и по его лицу было видно, что он готов еще играть минут 15, как минимум. Возможно, но нам требовался игрок в средней линии, который будет цепляться за мяч, будет давать динамику, и сорвили с Жамуледдиновым, в принципе, с этим хорошо справлялись. Они хорошо разгоняли атаки, они сорвили, в принципе, и мяч хороший забил, да, поэтому убирать Глушенкова смысла не было. Тимур Сулейман только вошел, поэтому выбор пал в пользу Сергея. Опять же, у него подходы были, а вот концовочки немножко не хватало, да, сегодня, потому что в первом тайме, особенно, очень много было подходов, острых подходов, ну, вот, нацеливаем мы на то, что, конечно, КПД и выжимать из моментов необходим больше. Еще у меня вопрос, короткий, все-таки, чем вы сегодня, я думаю, вы довольны игрой своей команды, довольны, я думаю. Ну, я сказал сейчас ребятам, упрекнуть не в чем, упрекнуть не в чем, потому что и по самодаче, и по страсти, и по желанию, такое хорошее было дерби, да, понятно, что мы разочарованы результатом, мы расстроены, но потому как складывался матч, опять мы вошли в игру, мы были инициативны. Опять, момент из ничего, потому что у Спартака не было подхода в первом тайме, да, 11 метров удар. Потом сейчас опять надо смотреть трактовки, на самом деле, потому что в первом тайме Селянова заваливают двумя руками в штрафной площади, нет реакции. Наступ, точно такой же пенальти сейчас поставили в Нижнем Новгороде, да, с Нижним Новгородом, когда то же самое был наступ в штрафной площади. Ну, вот опять мы говорим о методических подходах и его трактовках. Поэтому если там поставили, значит, соответственно, и здесь должен быть такой же момент. Но это необходимо просматривать. Вот, а так еще раз говорю о том, что моменты хорошие есть, команда динамично играла, но опять же, три мяча, которые мы пропустили, это у нас не очень хорошо приняется. Спасибо. Спасибо, Андрей. Порадуйте каким-нибудь инсайдом у нас во время пресс-конференции. Фан Михайлович, два вопроса, если можно. Первый по Глушенкову, у вас во втором тайме с ним постоянно было какое-то общение. Ома подходил, как будто что-то не высказывал, не знаю. Потом вы тоже требовали от него, я так понимаю, чуть дальше, ну и постоянно вперед двигаться, а не в центре поля. Ну, конечно, какие-то нюансы, потому что он за матч там несколько раз поменял позицию, да, и начиная там оттянутого, нападая еще потом, и там уже больше игроком средней линии, и потом на фланге. Определенные нюансы, потому что нам требовалось, чтобы в этих моментах чувствовал, когда надо заходить в середину между линиями, а когда необходимо держать ширину, да, то есть, и потому что определенные моменты набровки могли привести к тому, что мы будем соперника подсаживать, они будут успевать перестраиваться, нам необходимо было остро играть. Поэтому вот эти вот нюансы, которые мы, ну, обменялись мнениями, и чтобы более остро доводили, потому что и ударная работа, чтобы больше была, потому что Миранчук стал больше бить поворотом, и от Макса тоже острота шла. И второй вопрос по подзюбе, да, какой раз он уже выходит на замену, и, в принципе, без результативных действий, да, и в целом нельзя сказать, что он как-то игру усиляет. С чем вы связываете вот этот спад, который, очевидно, наверное, у него есть, он из основы выпал, и давно не приносит какой-то результативной пользы, с чем вы это связываете? Ну, я уже неоднократно говорил, да, что пропустил Артем достаточно большое количество времени, да, и были отрезки матчей, когда, к сожалению, не приносили дивиденды, да, его выхода на поле. Поэтому то, что у нас в последнее время достаточно динамичная, быстрая, мобильная, скоростная атака, у нас это, в принципе, устраивает то, что с точки зрения наших взаимодействий. Понятно, понятно, что Артем статусный игрок, понятно, что ему непросто, да, выпасть из обоймы, но мы эти моменты с ним проговариваем, он работает во благо коллектива, он самоподдерживает внутри, помогает. А все, что касается уже дальше, ну, тут уже, как говорится, характер матча определяет. И вот в той игре, когда мы играли больше, ну, я имею в виду с нижним образом, да, когда нам больше короткий средний пас, нам надо было очень глубоко, соперник стоял под штрафной, и мы посчитали, что это как бы изменение ненужным. А сегодня, наоборот, да, когда уже концовка, когда по антропометрии у соперника не такие высокие были футболисты, да, и нам показалось, что наличие высокорослого игрока будет там, именно в посеве штрафной, по наличию более необходимым, но каких-то там, опять же, результативных действий это все не принесло, к сожалению. Спасибо. Михаил Михайлович, ожидали ли вы такой существенной ротации от «Спартака», и когда увидели стартовый состав, какие-то коррективы внесли, если внесли, то какие, ну, например, тот же Маслов, который там играл с того года, может быть, в его зону особое давление. Как раз вот то, что вы сказали про «Дюбу», в конце выпустили, может быть, не приходило мысли, там, именно, учитывая то, что не высокорослая защита, кроме Чернова, может быть, как-то грузить. Ну, мы немножко на другом акцентировали внимание. Мы готовились к тому, что соперник будет играть под три центральных защитника, да, там, и определенные нюансы проговаривали, отрабатывали, то, что вышли под четверку и большая ротация, сразу оперативно, после того, как состав узнали, определенные коррективы внесли. И, соответственно, те зоны, которые, на наш взгляд, надо было надавить, тоже эти моменты проговаривали, потому что определенной группой игроков, там, игровой практики не так было много у соперника, и нацеливали на то, чтобы более агрессивно, более активно прессинговать и заставлять их ошибаться. В принципе, опять, по ходу первого тайма это работало, потому что у Пеняева очень достаточно много было хороших контровыпадов, именно с ошибок, когда заставляли ошибаться, и центрального защитника, и правого защитника соперника, Маслова и Зубнина, да, поэтому... Ну, вот такие нюансы, которые, в принципе, проговаривали, ну, и их, на самом деле, было еще больше. Спасибо. Еще будут вопросы. Есть ли вопросы? А, простите, да. Михаил, здравствуйте. Вопрос. Возвращаемся к Дзюбе. На какие качества нападающего вы опираетесь, когда выпускаете его? Потому что по ощущениям в скорости команда просаживается, а по единоборствам примерно все остается таким же. Ну, когда мы делаем выбор, опять же, уже, то, что касается последних матчей, это концовка игр, да, и понятно, что если необходимо, и мы играем там в контратаку, нам немножко другой план, нужен игрок более быстрый, более скоростной, когда мы находимся под штрафной соперника. И игра предполагает и определенные вбегания, и доставки в штрафную, и именно подачи. Здесь вот как раз нам, как нам показалось, и такой игрок необходим. Но, опять же, к сожалению, там ни в коем случае никого там в вину не ставить, но в определенных там прям концовки такого не принесло дивиденд. Нет, к сожалению. Простите, а вы какой день представляете? Какой-то вопрос для меня. Издание, не знаю, какое представляете. Советский спорт. Спасибо. Еще один вопрос. Стоит ли ожидать выхода Артема Дзюба в основном составе в оставшихся играх чемпионата? Покажет работа, покажет тренировочный процесс, покажет тот план игры, к которому мы будем готовиться сейчас к Ростову. Опять же, еще раз повторюсь, что есть, опять же, текущий уровень готовности и игрового тонуса. Поэтому и те определенные моменты, которые нас, в принципе, устраивают, да, по нашим взаимодействиям, мы то, что на протяжении там последних, наверное, сколько, четырех матчей, да, в таком сочетании играем. И достаточно у нас хорошая, еще раз говорю, что хорошая скоростная мобильная атака и, в принципе, результативная.